всем привет это канал канада cars автомобили из канады из всех стран мира меня зовут алекс и в этом видео мы делаем вам презентацию вот этого volkswagen tiguan 2014 года полный привод значит машина без дтп машина в родной краски в идеальном состоянии и самое главное с коробкой скоростей шестиступенчатой автоматической коробкой скоростей айсин полный привод 2.0 экономичная машина комплектация комфорт line значит и самое главное по цене что она получается по цене под ключ за воротами порта одесса она получается 11 тысяч девятьсот долларов сша для молдавии если вы хотите посмотреть цены сколько она получается для молдавии для евросоюза зайдите на наш сайт канадакарс . без а и там указано сразу цена и для молдавии и для евросоюза не только для украины если интересует вас у вас проходной этот двигатель 2.0 пожалуйста обращайтесь машина тоже спросе мы знаем покупают у нас часто таки поэтому обращайтесь хорошо сейчас вам ее покажу и делаем небольшой тест-драйв на этой машине удалось очень важно что у нее новое масло двигатели а так как двигатель бензиновый мы меняем на всех бензиновых моторов свечи свечи новые оригинальные стоят а и так как естественно маслом я меняем и фильтра воздушный масляный все эти фильтра новые причем в оригинале это все только в оригинале а маслом мы заливаем чистую синтетику ликви моли ну что давайте посмотрим эту машину итак друзья вот наша красавица это тигуан 14 года комфорт лайм значит ну в принципе смотрите давайте мы с вами пройдемся покажу вам смотрите у нее противотуманки фары обычные то есть у нее не ксеноновые как вот бывает иногда знаете галогены вот эти бульбы у нее простые пары значит легкосплавные титановые диски но у нее получается резина всесезонная и тормоза у нее были новые то есть так как это пакет ну и я сразу же не самый дорогой но самое главное что все таки она полный привод помощь 20 очень популярный мотор в принципе вам наверное такая машина понравится 100 то есть наверное было бы неплохо сейчас давайте вам покажу мотор и потом покажу в салоне вот и после этого мы с вами прокатимся посмотрим как она ездит так ну в общем вам естественно интересно как дергаю ручки так далее машина стоит незаведенная и я хочу специально вытащить щупу показать какое масло то есть маслом и льем чистую синтетику стопроцентного ликви моли еще раз хочу сказать новое масло все фотографии по этой машине смотришь видеть на нашем сайте канала карты . здесь значит фильтр топ не топливный фильтр воздушный мы поменяли все свечи тоже новые под этой крышкой ну естественно фильтр масляный тоже новый масло этим покажу то есть вот вы видели от масло новенькая залито абсолютно новое по уровню все как положено то есть то есть вот так что вы могли как говорится сезон сразу пользуясь автомобилем без всяких нюансов и приключений швы и не инвестировали в нее деньги как говорится да ты смогли сесть и поехать без всяких заморочек давайте посмотрим эти при салоне быстренько проедемся честно говоря очень холодно тяжело на самом деле на это сейчас показывать итак давайте бежим глянь глянь и внутри в салоне что на себя представляет то есть машина в принципе ну с полным электропакетом да как вы видите все стеклоподъемники они автоматически подогрев зеркал руль у нее кожаный коробка скоростей у нее айсен шестиступенчатая я вам покажу то есть это неубиваемая коробка скоростей то есть ее поломать ну просто ну никак не получится но тканевый салон до коврики всем оригинальные резиновый тигуан а ну и все пороги заклеены руль мы наклеили пленочки на сиденье тоже постоянно пленки чтобы все не испачкали потому что много прецедентов что нам до того как мы пленку стали стелить там пачкали салоны поэтому на виду в одессе разгружают другом порту ну и люди как бы расстраивались из этого то есть вот она какая сзади ну скажем так может быть и нету очень много опций которые можно похвастаться но любом случае это тигуан этот джип это полный привод так ну что давайте глянем что у нас здесь запаска под запаской вот эти все ключики домкраты все что необходимо все у нее есть на той запаска обычная как говорится бублик обычный здесь сразу написано какой бензин заливать я попробую приблизить давайте вот так пробку закручу то есть сразу написано какой бензин и желательно не открывать пробку когда вы заливаете топливо потому что просто вас может может загореться чек-энжи написано да вот какой бензин надо заливать то есть ну 95 в идеале конечно так ну вот с этой стороны тоже посмотрим с вами эту красавицу в машине но посмотрите салон в идеальном состоянии вообще ничего не затерто не запачкано все в принципе машину берегли тоже эту можно посмотреть дверь до везде коврики оригинальный тигуан у меня уже руки замерзли честно говоря показывать давайте едем прокатимся на этой машине заодно согреемся и ну поговорим расскажем как она все работает конечно зусман конкретно у нас побежали ну что поехали проект прокатимся с вами по магистрали посмотрим как вот эта красавица едет вот и оценим ее в движении побежали поехали на нашей красавицы вот такой вот у нас шикарнейший тигуанчик значит мотор 20 это новое поколение моторов вы наверное знаете что вот они с 2013 года германцы они переделали модифицировали немножко двигателя он стал более надежный более экономичный вот ну и вам это понравится однозначно теперь смотрите что это сказать еще раз по вот этой по надежности ну то есть ходовая у этих машин совершенно не убиваем она скажем так мини кувалда да такая то есть этот полный привод вообще считается обалденно неприхотливый долговечный то есть это все на долгие годы хватит коробка скоростей это тойотовская коробка скоростей компании айсен она шестиступенчатая она очень экономичная то есть вот мы сейчас вот едем получается 110 километров в час а у нее тысячи восемьсот пятьдесят оборотов на этом тахометре то есть но естественно за счет этого достигается большая экономия топлива еще естественно за счет этого скажем так ну меньше гула шума и так далее шумоизоляцию этой машины просто обалденные volkswagen вы наверно многие знаете что они славятся своей шумоизоляции ну и кузовом принципе жесткостью кузова по безопасности она считается мы просто шикарно хочу еще раз обратить ваше внимание что ну многие да кто обращаются сгодят вот нас там допустим в нашей стране там молдавии в украине где-то еще там почти вот допустим такая же цена может быть на внутреннем рынке на автомобиле как у вас с автосалона окей да это 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 может быть мы и не спорим но за счет чего проанализируйте сами все машины которые у нас в автосалоне абсолютно все сто процентов это не аварийные машины целые которые приобретаются от дилеров трейдиновские даже не с аукционов а трейдиновские дилерские машины которые без никаких дтп с чистейшим карфаксом там один два три как в зависимость сколько собственников не утоплены никакие вообще никаких проблем не имеет эта машина которая которая в принципе является для вашей семьи для вас каким-то щитом безопасности потому что вы куда-то если едете не дай бог попадете в какой-то дтп она вас сохранит а когда внутренние цены сравнивают с нашими ценами с целыми автомобилями в основном сравнивают те машины которые приходят из сша с аукционов капарт или и а а и вот этот аукцион да либо канадские тоже автомобили с аукционов капарт или импакт аута да то есть это аварийные машины там либо утоплены либо еще что-то ну естественно их купили намного дешевле на этих аукционах страховых да и починили там уже как-то тяп-ляп или как-то еще да для одной обычно для продажи это тяп-ляп как раз и чинят вот и дальше продают ну так смотрите нельзя сравнивать божий дар с яичницей никак понимаете потому что это разная совершенно категории то есть надо всегда как говорят в америке сравнивать apple with apple то есть сравнивать яблоко с яблоком давайте целую машину которая никогда не была бита без всяких дтп происшествий сравнить с тоже сам поэтому однозначно это просто совершенно разные категории товаров и прошу на это всегда обращать внимание это очень важно и для вас это важно теперь что касается вообще автомобилей и вообще автоиндустрии которая сейчас происходит вообще ситуация с автомобилями в канаде и сша ситуация нехорошая честно скажу то есть машин мало то есть нужды нашего автосалона на самом деле сейчас с трудом вообще покрываются честно скажу просто нету машин то что есть цены на них просто какие-то я даже не могу назвать космические это просто жуть какая-то потому что внутренний рынок поглощает все эти автомобили там местные клиенты соединенные штаты америки высасывают все из канады потому что канадский доллар дешевле на 30 процентов американского доллара и естественно счет этой курсовой разницы и там еще и цены выше в долларах сша это все америка выигрывает и в принципе просто здесь американцы мы видим скупает автомобили даже с тех же аукционов импакт аута копрот мы платили за какие-то тоже машины там на копроте и вот и американцы тоже смотрим вот машины с американскими номерами там из там нью-хэмпшира из там этого вермонт номера приезжают платят тоже забирают там чинят эти машины и продают для внутренних как говорится потребителей и это окей для для сша это окей то есть там к сожалению вот вот такая ситуация когда это все нормализуется образумится и так далее я не могу вообще сказать потому что вот мы смотрим тоже там статистику изучаем для себя потому что мы напрямую заинтересованы в том чтобы стабильно у нас был товар у нас работники работают мы платим зарплаты мы должны тоже поставлять объем автомобилей и мы за это мы естественно держим руку на пульсе следим за всем что как и что но на самом деле ситуация кривая честно скажем то есть нету товара вот 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 так просто выразиться можно может быть это исправится когда-то ну ладно с этим все понятно с машины это все понятно машина в идеальном состоянии она вам понравится она имеет те опции те минимум опции которые вам в принципе вот так вот с головой хватит для эксплуатации и для вас и для вашей семьи или там и так далее да то скажем так вам она понравится теперь давайте хотел бы затронуть вопрос доставки да то есть если провести параллели между сша и канадой то мы в канаде на складе грузим по три автомобиля в контейнер да вот бы уж на три машины средних размеров если машина небольшая там вот таких вот размеров да если конечно они огромные там пикапы то только две машины новые новые машины там джипы то только две в сша совсем другая петрушка то есть там грузят для экономии по четыре по пять машин в контейнер а естественно это все приходит потом побитое помятое поцарапанное и вас неприятные такие сюрпризы которые вы когда получаете свой автомобиль у вас стране вы в шоке со всего этого грузит как правило очень неквалифицированная рабочая сила текучка кадра высокая платят мало обучить нормально людей не получается да и не нужно потому что они все время уходит новые приходят уходят опять новые приходят то есть учат те кто работает там собственно реальный bad management но есть какие то есть сша мы очень хорошо знакомы так как мы в этой теме в этом бизнесе с 2006 года и очень прекрасно понимаем мы из сша отправляли это это основной был как говорится у нас рынок поставок автомобилей сша одно потом все поменялось мы стали отправлять из канады и только из канады то что в сша очень много стало обманов и очень много всяких кукол с аукционов и так далее то есть мы просто не хотим иметь плохую репутацию естественно мы клиентам хотим продавать хорошие автомобили что мы и делаем то есть касательно сроков доставки в соединенных штатов америки машины идут примерно чтобы вы понимали допустим в направлении той же одессы допустим пример хавина и клайпеды да они идут примерно скажем так ну не знаю может быть пять месяцев даже вот до этого дать одессы только с как его с калифорнии или там с техаса да то есть ну пять месяцев это ту матч да то есть вы получается вам приходится ждать свой автомобиль пять месяцев представьте себе добрый мир хавин из сша так как большие задержки в портах она идет примерно месяц полтора в этой два тоже зависит откуда если сша сша тоже большой большая страна допустим если берем калифорнию техас там и по три месяца идут например хавина контейнера может и больше дальше по три месяца иногда их отправлять через китай кстати у нас были такие прецеденты значит идут в китай потом пример хавина представьте там четыре месяца плывет контейнер значит из канады до одессы мы отправляем линиями морскими линиями мсмс контейнер идет вот вот будете ошарашены просто 25 дней и контейнер находится уже в одессе приходит в одессу или 14 дней и он бремер хавине или 20 дней даже на 18 20 дней в клайпиде в литве вот вот такие сроки сроки очень очень быстро собственно говоря вот такая ситуация но и по машинам канадским наверное тоже очень важная вещь что у нас все европейские машины нет никаких миль фаренгейтов галлонов и так далее то есть на сто процентов европейские версии автомобилей и вам это понравится потому что вы как раз живете в том регионе да понятно что привыкаешь ко всему но намного приятнее пользоваться как говорится метрическими единицами измерения до видеть как как все как как все то же самое как вот допустим той же европе чтобы это все километра скорость показывала радио чтоб работала как 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 вашей зоне то есть все собственно говоря заточена именно вот как в европе да только и наши какие-то автомобили по более богат с богатой комплектации и немножко сделаны под подуклон все таки вот этих вот северных там пакет северных опций это вам тоже очень понравится подойдет это подогрева зеркал руля там сидений так далее мы бы более быстрый прогрев мотор ну что ладно вот по этой машине вы можете посмотреть еще фотографии на нашем сайте канадакарс точка биз в рубрике авто в наличии вот звоните нам поторопитесь потому что машин мало а аудитория большая которая наблюдает смотрит наш канал с разных стран и это целевая аудитория все как скажем так маленький базарчик такой автомобильный который вот именно связан только с канадой то есть мы продаем только с канады автомобили но и смотрите то что вы не находите на нашем канале на ли в нашем автосалоне мы вам подберем с аукционов либо от дилеров никаких проблем мы поможем но по этой машине звоните мы ждем как говорится вас ваш вот автомобиль и ждет своего хозяина но все спасибо еще раз пока пока мы возвращаемся в автосалон